Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак. Начнем с триумфальных сообщений про тех, у кого ноги растут откуда надо. Орловские легкоатлеты собрали пучок наград на первенстве России среди юниоров до 23 лет. Соревнования эти принял Челябинск. Итак, Тимофей Галактионов стал победителем в беге на 5000 метров с результатом 14 минут 15 и 77 сотых секунды. А Никита Колганов в беге с препятствиями взял золото на дистанции 3 километра. Его время 8 минут 48 и 12 сотых секунды. Между прочим, этот результат превышает норматив мастера спорта России. А к этой победе он добавил еще и ту, что одержал на дистанции полтора километра. Вспомним Евгения Хадина и Екатерину Нилову. Они тоже стали финалистами этого первенства России в беге на 100 метров. На Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Пара Крым-2020» команда из Орловской области стала бронзовым призером, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов. Серебро у команды из Республики Крым, а золото взяли спортсмены из Кемеровской области. Все прошло в Евпатории в центре спорта «Эволюция». Первый такой фестиваль состоялся в 2007 году и до 2014 года местом его проведения был город Сочи. Но с 2015 года фестиваль переехал в Крым. И вот спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. Это дартс, настольный теннис, плавание, пауэрлифтинг и легкая атлетика на дистанциях 100 и 400 метров. В фестивале участвовало около 400 человек из 55 регионов страны, 120 спортсменов на инвалидных креслах. Кроме соревновательной части программа предусматривала проведение различных мастер-классов, например, по парусному спорту и ивент-серфингу, скалолазанью и стрельбе из лука. Кстати, про стрельбу из лука. «Орел» принимает первенство России по стрельбе из лука. Соревнования проходят с 10 сентября на открытой площадке на территории стадиона Ленина. Заявились участники из 36 регионов России. А параллельно с этими соревнованиями там проходит чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И да, в понедельник состоялись финалы первенства. Подробнее об этом главные новости расскажут в следующих выпусках. А в Курске прошел четвертый этап любительского чемпионата Черноземья по мото-джимхане. Это такие соревнования, когда пилот байка должен показать лучшее время в маневрировании на сложной трассе, обозначенной конусами или какими-то другими вешками и препятствиями. В Курске соревнования устроили местные мотоциклисты при поддержке региональных властей. Байкеры состязались в нескольких классах. Новички и любители. Спортсмены и профессионалы. Круизеры и тяжелые мотоциклы. Плюс дополнительная номинация для «Мотоледи». Принять участие прибыло четыре десятка байкеров из самого Курска, Москвы, Белгорода, Липецка, Воронежа и из Орла. И наши вернулись домой не без наград. А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова